Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня очень важное видео Инсулин, инсулино-резистентность или почему у вас тяга к сладкому и к перекусам. Сейчас вы узнаете, что такое инсулин и инсулино-резистентность, от чего она возникает и к чему она приводит, а главное, как победить инсулино-резистентность и убрать ее последствия в виде сотен болезней, в чем вред сахара, быстрых углеводов и глюкозы. Вы также узнаете, как понять, что вы начали справляться со своей инсулино-резистентностью и как побороть тягу к сладкому и вредным перекусам. Не теряй время, начинаю. Итак, инсулин. Инсулин это полипептидный гормон, то есть это по сути белок, ведь гормоны это тоже белки, которые синтезируются в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы. Первое свойство инсулина, он регулирует глюкозу в крови, он проводит ее в клетке, в том числе в клетке мышц для запаковки глюкозы в гликоген и избыток глюкозы в жировую ткань. Второе важное свойство инсулина, его пагубное свойство, это анаболическое. Он активизирует анаболические процессы и тогда тормозится аутофагия, то есть самоочищение на клеточном уровне. И также тормозится нормальное деление клеток. Третье свойство инсулина, он активирует ферменты, которые стимулируют выработку холестерина, поэтому именно от углеводов, от сладкого образуется плохой холестерин в избыточном количестве, а не от жира. Количество глюкозы в крови повышает или понижает количество инсулина. А это зависит от того, что и сколько вы едите. Но и инсулин зависит от секреции другого гормона, который тоже генерирует поджелудочная железа. Это гормон глюкогон. Гормон глюкогон распаковывает из гликогена, то есть животного крахмала, состоящего из глюкозы, ту самую глюкозу, как основной источник энергии, при ее нехватке на нужды организма. Чем больше сладкого из года в год ест человек, тем быстрее изнашиваются механизмы сдерживания роста глюкозы в крови и резервы поджелудочной железы. Если человек не меняет питание, тогда высокие концентрации глюкозы становятся привычными. Организм как бы привыкает к высоким дозам инсулина. И тогда ему начинают требоваться все больше и большие дозы инсулина, скажем, не 3-4 единицы, а уже 20-30. Возникает голод, слабость, вялость, человек больше ест, а энергии тратят мало, двигается мало. Возникает жировая дистрофия печени и другие проблемы, о которых я скажу чуть далее. Высокий инсулин также вызывает задержку воды в организме, потому и отеки, и опухоли, и воспаления, в том числе, и в первую очередь, внутрисосудистые. Итак, инсулино-резистентность, что это такое? А это состояние, при котором клетки нашего организма перестают получать, пропускать гормон инсулин внутрь себя с глюкозой вместе, при его избытке в крови. То есть инсулина достаточно, а усвоиться он не может. Без инсулина все наши клетки, нуждающиеся в энергии, перестают получать глюкозу, главный вид топлива обычно питающихся людей. Без инсулина, не получая энергию, клетки начинают голодать. Человек становится вялым, быстро устает, у него мало сил и энергии, но он хочет постоянно есть, перекусывать. Появляется ложное чувство голода. Особенно высокий аппетит у таких людей возникает вечером, и что всего хуже, ночью. Человек ест много раз в день, с утра до вечера, постепенно у него возникает метаболический синдром, появляется излишний жир, в том числе висцеральный, то есть жир внутренних органов, который тормозит обменные процессы, поскольку он препятствует выработке гормона роста. При этом в поджелудочную железу постоянно посылаются сигналы от инсулиновых рецепторов голодающих клеток, что этого инсулина им не хватает, и им нужен еще инсулин, то есть явно наблюдается клеточное голодание, и тогда поджелудочная железа производит еще больше инсулина. При инсулинорезистентности инсулин порой у человека превышает его норму в крови до 10 раз и более, а даже двухкратное превышение уровня инсулина в крови пагубно для организма. Если же инсулин в должной мере не поступает в клетки, а блокируется ими, то не только его уровень в крови будет высок, но и уровень сахара, именно глюкозы. Так как глюкоза без инсулина не проводится в клетку, и человек испытывает искусственно созданное чувство голода, и тогда события развиваются у всех следующим образом. Чувство голода, еда, перекусы, больше глюкозы, больше инсулина, человек испытывает голод, он ест, у него больше в крови количество глюкозы, больше вырабатывается гормон инсулина, и тем самым у него выше становится его инсулинорезистентность. То есть невосприимчивость клеток к инсулину. А эта инсулинорезистентность блокирует поступление глюкозы в клетку, и таким образом порочный круг замыкается. Итак, дорогие товарищи, при инсулинорезистентности у вас одновременно и нехватка инсулина, и его переизбыток. Нехватка для тканей, для органов, для клеток, но переизбыток в крови. Вот вам пример, до чего человек себя может довести неправильным питанием. К примеру, при болезнях Альцгеймера, Паркинсона, при слабоумии. Есть у всех у этих людей одно общее. Это недостаток в нервных клетках головного мозга глюкозы. А из-за чего возникает этот недостаток? А вот именно из-за инсулинорезистентности. При слабоумии и описанных выше мною проблемах с мозгом, один из методов терапии это впрыск инсулина прямо в мозг, через носовые пазухи, ну, через назальный спрей с инсулином. Это помогает точечно и временно, но побочно это усиливает инсулинорезистентность. Из-за и без того высокого, постоянно высокого уровня инсулина и сахара в крови. А люди как ели, так и продолжают есть быстрые углеводы, и врачи им ничего об этом не говорят, и сами, видимо, не знают. А при аритме их, что, например, вводят прямо в сердце инсулин, и это помогает в какой-то мере. Таким образом, медики пытаются обойти природные механизмы защиты организма от высоких сахаров. Они лечат саму причину инсулинорезистентности. Но не лучше ли убрать причину всего этого и не мучиться больше вообще, сокращая в себе жизнь как минимум вдвое? Разумеется, тем более все это очень просто, но об этом чуть позже я вам расскажу. Большинство болезней и пагубных состояний вызваны именно инсулинорезистентностью. Это и высокий, повышенный от нормы холестерин, да, он не от жиров, а именно из-за быстрых углеводов. Это артериальная гипертензия, это и жирная печень, ожирение в целом, это сахарный диабет второго типа, а диабет приводит к проблемам с сосудами, с центральной нервной системой, проблемами с почками, вплоть до их отказа в работе. Это и проблемы со зрением и с кровеносной системой. Инсулинорезистентность приводит к тромбозам, к образованию атеросклеротических бляшек, к аритмии с инсультами и инфарктами, особенно после новогодних застолий с многодневными обжорствами, а алкоголь усиливает эти проблемы. Инсулинорезистентность вызывает воспаление суставов, ремотоидный артрит и многие иные аутоиммунные заболевания. Всевозможные воспаления пищеварительного тракта и сосудов, цирроз печени, слабоумие, плохую память, снижение тестостерона у мужчин, возникновение кис, миом у женщин и любых новообразований вообще у людей. Ну а главное, происходит быстрое изнашивание и старение всего организма. Инсулинорезистентны могут быть клетки всего организма или отдельные его органы и ткани, а при длительном отсутствии должного питания этих клеток они отмирают и в органах начинаются серьезные изменения и происходит быстрое старение этих органов и всего организма. Например, быстро стареет и дреблеет кожа. Знайте, что главная причина ожирения это инсулинорезистентность. Это ожирение вызывается высокоуглеводистой диетой, постоянной, обильной едой с перекусами. Если у вас много жировой ткани, то у вас много фермента ароматазы, а если ее много, то тогда ароматаза переводит тестостерон в эстрадиол и нарушается гормональное равновесие с разнообразными проблемами, в том числе половыми. Стрессы, конечно же, усугубляют положение дел, так как кортизол, гормон стресса, тоже провоцирует развитие инсулинорезистентности, а он разрушает белки, которые при распаде тоже требуют инсулин, как и сахара. Если поджелудочная железа работает с перегрузкой, может развиться состояние, при котором развивается инсулинозависимый сахарный диабет. Помните о том, что сахаром питаются раковые клетки и дрожжевые плесневые паразитические грибки микромицеты. На чем основан точный метод и принцип контрастного КТ для определения наличия метастазов раковых опухолей? На биохимии раковых клеток потреблять для своего ускоренного метаболизма огромное количество глюкозы и потреблять быстро. А это и ключ к спасению в разумных, как говорится, руках. Это наша возможность не дать этим раковым клеткам и грибкам микромицетам их питание, то есть должное количество энергии для их ускоренного метаболизма, так как у них нет способа использовать второй, другой путь получения клетками энергии, какой есть у всех других клеток нашего организма. А у нас и есть биохимическая возможность получать энергию другим путем, то есть не только за счет гликолиза и цикла Крепса, то есть за счет расщепления глюкозы, но и за счет расщепления жиров, то есть за счет процесса кетоза. А этот путь гораздо физиологичней во всех смыслах. Именно тогда и получится победить инсулинорезистентность, но этот путь работает только тогда, когда мы не едим ничего сладкого. Только тогда и постепенно перестроится метаболизм организма и инсулин не будет нужен, так как для получения энергии из жиров инсулин не нужен вовсе и тогда он придет в норму и пройдет инсулинорезистентность. Вам не будет хотеться постоянно есть, перекусывать, уйдет ожирение и пройдет упадок сил, затем восстановится иммунитет. Общие принципы и нужные акценты я подробно изложил в нескольких своих видео и их список к вашему изучению я дам вам в конце этого видео. А теперь что же вызывает инсулинорезистентность? Первое это постоянное и регулярное потребление сахаров и вообще сладкой пищи, быстрых углеводов и выпечки и газировки, хлеба, каш и иных продуктов с высоким гликемическим индексом. Когда в прошлые времена не было искусственных сахаров, не было концентрированных углеводов в народном потреблении, то крупы и каши и хлеб могли не вызывать инсулинорезистентность. По крайней мере, вызывать далеко не у всех и не в молодом возрасте, как теперь. Второй пункт это перекусы, это частые приемы пищи. Помните, что спорт и диеты работают не всегда и только лишь сдерживают, но не лечат. А голод, при этом, если человек кардинально не изменит свое питание и не уберет из него все сладкое, будет и дальше преследовать людей, которые непременно станут продолжать есть все сладкое, такое привычное, и тогда инсулинорезистентность не пройдет, а только будет усугубляться со всеми вытекающими последствиями. Ну и третья причина, как катализатор, это стрессы. Они ускоряют возникновение инсулинорезистентности. Кстати, скажите, а есть ли смысл сделать видео про вред перекусов, или и так все понятно? А то столько блогеров от ЗОЖ сейчас пропагандируют эти перекусы, но стоит или нет, вы об этом напишите под этим видео. Да, кстати, вот здесь в комментариях под этим видео напишите, какие вы хотите темы, чтобы я их осветил. То есть, какие вопросы вас волнуют в плане здоровья, питания, каких-то ошибок. Вот подумайте, пожалуйста, не ленитесь и напишите их здесь под этим видео. Кратко, тезисно. Я проанализирую данные ваши письма и расскажу в следующих видео, какие видео, на какие темы я сниму в ближайшее время. Ваши письма, ваши просьбы и советы обязательно повлияют на мой выбор и на мои усилия, на мой труд по созданию этих видео. А теперь, что же может победить эту проблему 21 века, характерную почти для всех людей инсулинорезистентность? Первое. Это переход на разумное и здоровое кетопитание без дефицитов питательных веществ, но без переизбытка калорий. Второе. Интервальное питание, так называемое интервальное голодание. Смотрите непременно видео на эту тему у меня на канале. Третье. Добавки важных и дефицитных у большинства людей нутриентов, витаминов, минералов и прочих из-за неправильного питания и отсутствия этих важных нутриентов в бедных ими и напичканных химией современных продуктах питания. К сожалению, но это реалии наших дней. Поэтому необходимо дополнительно принимать витамин Д3, цинк, витамин К2, пиколенат хрома в этой связи. Четвертое. Усиление аутофаги и синтеза гормона роста. На помощь здесь придет аминокислота аргинин, как усилитель аргинина, другая аминокислота триптофан, физическая активность. Все это активизирует синтез гормона роста. Очень рекомендую употреблять растение маринга. Она активизирует процесс аутофагии. Потребляйте хлореллу и специальные грибные препараты. Пятый пункт. Активный физический труд. И, конечно, надо убрать стрессы. А лучший вариант для того и другого это активный труд на природе, на земле, жизнь на земле. Да, кстати, если кого-то из вас интересует тема жизни на земле, на природе, то обязательно подпишитесь на мой второй канал «Жизнь на земле». Вот он. Вы можете на него также подписаться, перейдя на этот канал. Посмотрите очень интересные видео на нем, особенно последние. Я думаю, что вам будет и интересно, и приятно его смотреть. Ну и кто не подписался, подписывайтесь вот на этот мой главный канал, нажмите рядом на колокольчик, выберите, чтобы вам приходили все уведомления о выходе моих новых видео. Но если они вдруг не приходят, а с ютубом такая проблема сейчас бывает, то можно поступить еще и по-другому. На нашем сайте надgar.ru в самом низу, если пролистнуть страничку до самого конца, есть такое поле «Подписаться». Туда надо ввести свой электронный адрес и нажать кнопку «Подписаться». И тогда вы точно будете получать от нас все уведомления о выходе наших новых каких-то информационных продуктов, видео, ну и прочей рассылки, которая будет вам весьма полезна. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Захотите, подпишитесь. Вот вам мой еще один совет. Сделайте себе анализ на инсулино-резистентность, так называемый HOM и R, а также сделайте анализы на инсулин, причем несколько раз в динамике, чтобы посмотреть, раз пять, каждый день, пять дней подряд. Я обещал ответить на вопрос, как же понять, уходит ли у вас инсулино-резистентность при правильных ваших мерах к тому. Но это процесс не быстрый и занимает он от месяца до полугода. И это зависит от очень многих факторов. Итак, как понять? Первое, уходит ли у вас голод? И если уже уходит и вам не хочется перекусов и сладкого, то да, вы побеждаете свою инсулино-резистентность. Все правильно. Второе, жир с живота должен начать уходить и довольно-таки интенсивно. Должны уйти отеки, так как если вы перестанете есть сладкое, то вода излишняя, которая удерживается сахарами и инсулином, быстро уходит. А жир уйдет не только с живота, но и с боков и вообще весь лишний жир. Третье, повышенное артериальное давление у кого оно есть должно снижаться и должны очищаться сосуды непременно. Правда, застарелые, хронические серьезные проблемы уходят до года, но они уходят. Четвертое, нормализуется сахар в крови и если утром сахар повышен, но ниже, чем раньше, значит уже уходит инсулино-резистентность. Это хорошо. Ну и пятое, у вас должен быть прилив сил и энергии. Вы станете меньше спать и реже уставать. Итак, подведем итог. Что же делать? С чего начать? Как это все структурировать? Во-первых, и главное, вам надо перевести свой метаболизм в режим с расщепления глюкозы на расщепление жиров и тогда потребность в инсулине отпадет. Он будет снижаться, уйдет, пройдет инсулино-резистентность. Сладкого вы уже не будете хотеть есть, как прежде. Стоит хотя бы временно на 2-3 месяца перейти на полное и правильное кето-питание плюс обязательно активизировать физическую свою работу. Хотя бы ходить, гулять пешком по 2 часа в день, ну километров 10 хотя бы, и лучше на свежем воздухе. Помните, что жир не вызывает всплеск инсулина, потому интервальное кето-питание с контролем калорий это идеальный вариант. Можно, конечно, использовать медицинские добавки, например, метформин, но его назначают только врачи, сами ни в коем случае его не применяйте. Здесь действительно нужна консультация со знающим опытным врачом. А из натуральных добавок, пожалуйста, яблочный уксус до еды по чайной ложечке на треть стакана воды перед едой за минут 5 выпивайте непременно. Поможет вам и растение маринга однозначно. Я очень рекомендую хлореллу, спирулину, фукус в гелеобразной форме натифы только такой, куркуму, дегидрокварцетин, Т8 экстра и Т8 стоун. Все это совместимо и усиливает эффективность друг друга. И, наконец, чтобы вы все глубоко поняли, осмыслили, осознали, для того, чтобы ни одного вопроса у вас не оставалось, непременно смотрите мои видео, ссылки на которые будут вот под этим видео. А это следующее видео. Первое, раздельное питание. Второе, кето питание, веганская кетодиета. Третье и четвертое, калории и интервальное голодание. Посмотрев их и применив эти знания, которые я там даю, вы поборете тягу к сладкому и очень быстро, за несколько дней, поверьте. Следующее видео, как убрать живот, жир бока. Еще одно видео, аутофагия. Следующее, гипертония, часть вторая. Еще одно, яблочный уксус. Посмотрите видео, дисбактериоз. Еще одно мое видео, куркума. Ну и, конечно же, почему нельзя есть после 16.00. Также вам будут полезны мои следующие видео, чистим сосуды и укрепляем сердце. Плохая память и витамин D3. Ну а на этом на сегодня все. Я надеюсь, данное мое видео послужит вам как бы вот этой маркерной отправной точкой для все-таки изменения своего питания и образа жизни в целом. И вы вскоре поймете, что все это было не так сложно, как кажется. А результаты будут поразительные и ошеломляющие. Главное, изучите все то, что я вам говорил, законспектируйте и не ленитесь. Примените эти знания на практике и результат не заставит себя долго ждать. Ну а на этом все. И я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, выбирайте получение всех видео, ставьте, конечно же, лайк за это видео мне, ну и делитесь ссылками на это видео со своими друзьями, товарищами, близкими и знакомыми. Увидимся в следующих видео. Всего хорошего. До новых встреч. До свидания.